Добрый день, дорогие наши зрители, друзья, духовная семья. Я и Лена сегодня приветствуем вас на нашем канале. Спасибо за то, что вы с нами, за то, что вы молитесь вместе с нами. И мы хотели вам сказать, что предыдущую молитву сёстрами нам пришлось удалить по соображениям безопасности одной из сестёр, поэтому мы решили эту молитву перезаписать. Молитва у нас сегодня будет воинственная, в освобождении силы Божьей. И прежде чем мы начнём молиться, я хотела бы коротко сказать о том, что вокруг очень много верующих, которые могут годами ходить в церковь, которые могут десятилетиями верить в Иисуса, но в своей жизни не видеть Божьего проявления и наоборот жить пораженческой жизнью и постоянно, знаете, находиться под атаками врага. И это зависит от того, что очень многие люди приняли Иисуса Христа своим Господом, но они так и не приняли эту власть, которую Отец нам дал. Власть наступает на вражескую силу, и очень многие люди не научились воевать в духовном мире. И поэтому мы выпускаем серию этих молитв, воинственных молитв, чтобы научить вас воевать правильно с врагом и не идти у него на поводу. Хорошо? И прежде чем мы начнём, мы хотели бы коротко помолиться за вас, а затем я буду вести молитву, а вы вместе с Леной повторяйте за нами. Хорошо? Кто может быть против нас? Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты живой Бог в нашей жизни, и за то, что Ты проявляешься через нас, и за то, что Твоя сила и Твоё царство распространяется через каждого из нас. Я благословляю каждого Твоего ребёнка, моего брата и сестру именем Иисуса Христа, который сейчас смотрит нас. И мы просим Тебя, Господь, чтобы Твоя защита была на каждом из них, и чтобы Твоя сила и помазание, Господь, текло на каждого из них. И я прошу, открой их сердца и благослови их, дорогой Господь. Открой их духовные глаза и духовные уши, и научи их быть чувствительными Твоему голосу, и научи их быть послушными Тебе. Благодарим Тебя во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Итак, начинаем. «Господь, высвободи Свою могущественную силу против врага. Исход 15.6 Пусть сила и могущества Твои будут высвобождены из Твоей руки. Первая паралипоминона 29.12 Первая паралипоминона 29.12 «Рассей врагов своей силой и не зложи их». Псалом 58.12 «Владычествуй своим могуществом над Твоими врагами». Псалом 65.7 «Пусть сила Твоего гнева будет высвобождена против сил тьмы». «Будет высвобождена против сил тьмы». Псалом 89.11 «Именем Иисуса я высвобождаю силу». «И власть Господа против всех демонов». «И власть Господа против всех демонов». «Которых я встречаю». которых я встречаю. Матвея 10.1 В Боге я избавлена от силы сатаны. Деяние 26.18 Раздели море и разруш морских духов. Своей силой. Иова 26.12 Я сильна в Господе. И в силе Его могущества. И в силе Его могущества. Ефесянам 6.10 Заставь силы тьмы подчиниться Твоей силе. И яви Свою могущественную силу, чтобы люди поверили. И яви Свою силу в исцелениях и избавлениях. Луки 5.17 Высвободи Свой сильный голос. Высвободи Свой сильный голос. Псалом 28.4 Псалом 28.4 Дай мне изумиться Твоей силе. Луки 9.43 Луки 9.43 Пусть Великая Сила будет высвобождена Пусть великая сила будет высвобождена через твоих апостолов. Деяние 4.33. Пусть чудеса, знамения и подтверждения высвобождаются через силу Святого Духа. Римлянам 15.19. Дай мне проповедовать и учить с проявлением Духа и Его силы. С проявлением Духа и Его силы. 1 Коринфянам 2.4. Пусть твоя сила действует во мне. Эфесянам 3.20. Высвободи своих могущественных ангелов. Помощь мне. Чтобы они сражались в моих битвах на небесах. 2 Петра 2.11. 2 Петра 2.11. Откровение 18.1. Высвободи силу Ильи через твоих пророков. Высвободи силу Ильи через твоих пророков. Луки 1.17. Дай мне желание и готовность в день твоей славы. Дай мне желание и готовность в день твоей славы. Псалом 109.3. Псалом 109.3. И мы сейчас будем высвобождать силу крови Иисуса Христа. Я покрываю свой разум и мысли кровью Иисуса Христа. Я покрываю косяки дверей и все свое имущество кровью Иисуса. Я покрываю косяки своих дверей и все свое имущество кровью Иисуса. Исход 12.13. Исход 12.13. Я преодолеваю демонов силой крови Иисуса. Я преодолеваю демонов силой крови Иисуса. Откровение 12.11. Откровение 12.11. Я окропляюсь кровью Иисуса и получаю многоразличную благодать и мир. 1 Петра 1.2 Я делаю совершенным через кровь вечного завета. Евреям 13.20.21 Я имею дерзновение входить. Присутствие Божие через кровь Иисуса Христа. Евреям 10.19 Моя совесть очищена от мертвых дел. Для служения живому Богу. Во имя Иисуса, аминь. Евреям 9.14 Я ем тело Иисуса и пью Его кровь. Иоанна 6.54 Я имею искупление через кровь Иисуса. Я имею искупление через кровь Иисуса. Я искуплена от сил зла. Ефесянам 1.7 Я запрещаю духам мучений и страхов. Я запрещаю духам мучений и страхов. Потому что я имею мир через кровь Иисуса. Колоссянам 1.20 Я получаю преимущество нового завета. Через кровь Иисуса. Через кровь Иисуса. Матвея 26.28 Я получаю исцеление и здоровье через кровь Иисуса Христа. Я получаю избыток и процветание через кровь Иисуса Христа. Я получаю избавление через кровь Иисуса Христа. Кровь Иисуса свидетельствует о моем избавлении и спасении. 1 Иоанна 5.8 1 Иоанна 5.8 Кровь Иисуса очищает меня от всякого греха. 1 Иоанна 1.7 Иисус сражался до крови. И Его кровь дает мне победу. Евреям 12.4 Я запрещаю и изгоняю всех духов вины. Я запрещаю и изгоняю всех духов вины. Стыда и осуждение силой крови Иисуса. Я разрушаю власть греха. И беззаконие в моей жизни. Силой крови Иисуса. Евреям 10.17 Мое сердце окроплено и очищено кровью Иисуса. От порочной совести. Евреям 10.22 Я запрещаю сатане. Я запрещаю сатане. Клевещущему на братьев. Клевещущему на братьев. Силой крови Иисуса. Силой крови Иисуса. Откровение 12.10 Всем обвинителям и клеветникам. Я приказываю отойти от меня силой крови Иисуса. Иоанна 8, 10. Я обличаю и изгоняю всех духов клеветы. И обвинение силой крови Иисуса. Матвея 12, 10. Я высвобождаю голос крови против демонов. И злых духов. Которые обвиняют и осуждают меня. Которые обвиняют и осуждают меня. Евреям 12, 24. Отец Небесный, я благодарю тебя за то, что ты дал мне власть наступать на вражескую силу. И я принимаю решение жить в этой власти. Я принимаю решение следовать за тобой. И исполнять твою волю. Отец, я позволяю тебе брать мою жизнь и использовать так, как ты хочешь. Делай то, что ты хочешь. Веди меня туда, куда ты хочешь. Научи меня быть послушной тебе. И научи нас быть верными тебе до конца. И научи нас быть верными тебе до конца. Пусть твой огонь сильнее возгорается внутри нас. Мы любим тебя. Мы следуем за тобой. И мы благодарны тебе за Духа Святого, который учит нас всему. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Дорогие друзья, хотела сказать, что когда вы провозглашаете правильные слова в свою жизнь, Божия сила начнет действовать. Поэтому провозглашайте Слово Божие, провозглашайте Силу Божию и провозглашайте Божие водительство в свою жизнь. Не говорите негативных слов, не говорите слова поражения, но идите за Богом и делайте то, что Он вам говорит. Будьте послушны Ему, и вы тогда будете видеть Божие проявления в своей жизни. Ведь послушание лучше жертвы. Мы вас благословляем. И спасибо за то, что вы с нами. И, пожалуйста, напишите в комментариях, на какие темы вы хотели бы больше получить молитву. И напишите, пожалуйста, свои свидетельства и молитвенные просьбы, и мы будем молиться за вас. И знайте, что тот, кто та сила, которая воскресила Иисуса из мертвых, живет и действует теперь через вас и через нас. Мы благословляем вас во имя Иисуса Христа. И знайте, что Дух Святой рядом, и Он готов вас обучать всему. Вы просто откройте Ему свое сердце. Будьте благословенны.